Всем привет! Сегодня у меня для вас поистине классные рецепты десертов без сахара и муки. Я в полном восторге от всех трех вариантов. Каждый из них настолько интересен, что я уверена, вам захочется повторить их все три. Я такие десерты ем с удовольствием и при этом худею, поэтому сегодня решила поделиться этими вариантами десертов и с вами. На каждый мы потратим минимальное количество продуктов и времени, а в итоге получим настоящий фейерверк вкуса. Если вы какие любите готовить и часто ищете что-то новенькое и оригинальное, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Для первого десерта потребуется 4 средних яблока. Их предварительно очищаю от кожуры и избавляюсь от сердцевинки, разрезав на 4 части. Также эти кусочки яблок слегка измельчаю для своего удобства. Для рецепта рекомендую брать сладкие сорта яблок. Подготовленные кусочки сразу выкладываю в удобную миску. Следом к ним добавляю 4 куриных яйца. У меня категория «Отборная». Сюда же добавлю 4 столовых ложки без горки какао-порошка. Это 60 грамм. Также понадобится чайная ложка разрыхлителя. Это 5 грамм. Для баланса вкуса небольшая щепотка соли. Я добавлю 30 грамм размягченного сливочного масла. Его, в свою очередь, можно заменить абсолютно любым другим маслом в том же количестве. Для большей сладости возьму 1 чайную ложку меда. Это 50 грамм. Ну а для приятного вкуса и аромата – немножко ванильного ароматизатора. Буквально 5-7 капель. Также можно использовать ванилин на кончике ножа. Теперь с помощью погружного блендера эти ингредиенты следует перебить до однородности. Безусловно, это будет также удобно сделать в чаше блендера или комбайна. Масса должна получиться однородной, без комочков. По желанию, также яблоки можно пробить предварительно до состояния пюре, а затем добавить остальные ингредиенты и смешать все это с помощью венчика. Делайте, как вам удобнее. В итоге мы должны получить однородную и достаточно жидкую массу. Уже на этом этапе это очень-очень ароматно. Ну вот, тесто у меня готово, но я хочу посыпать брауни сверху небольшим количеством орешков. Для этого взяла грецкие орехи, буквально 40 грамм. С помощью ножа их немножко измельчаю, но не слишком, чтобы они красиво смотрелись на пироге и, конечно же, чувствовались в нем. В этом рецепте вы можете использовать абсолютно любые орехи, те, что вам нравятся. Также я подготовила форму, в которой сегодня буду запекать брауни. Это небольшая прямоугольная форма, ее размер 25 на 11 сантиметров, высота борта 7 сантиметров. Я предварительно ничем ее не смазывала, а просто выложила форму кусочком пергамента. А вернее, даже двумя, скажем так, крест-накрест. Так мне будет удобнее достать брауни после запекания. Теперь можно брать подготовленное тесто и выливать форму, что я и делаю. Еще раз хочу сакцентировать внимание, тесто получается достаточно жидкое. Именно так и должно быть. Также, если у вас нет, к примеру, пергамента, форму можно предварительно смазать любым маслом. Ну, тогда рекомендую смазывать и дно, и борта формы. Ну вот, у меня все готово. Теперь сверху тесто обильно посыпаю орешками. Мне кажется, это уже сейчас выглядит очень-очень аппетитно. Но после запекания, я думаю, устоять будет просто невозможно. Я уже разогрела духовку до 180 градусов. Запекать брауни буду 50 минут. Режим духовки вверх-вниз без конвекции на среднем уровне. И вот по истечении ровно 50 минут мой брауни абсолютно готов. Вы посмотрите, какой он красивый и аппетитный. За это время он прекрасно пропекся и замечательно поднялся. И еще, орехи за это время абсолютно не подгорели, так как пирог запекался на среднем уровне в электрической духовке. Дам ему время на остывание, а затем обязательно разрежу и посмотрим, как он выглядит внутри. И вот где-то через минут 40 уже остывший брауни достаю из формы и прикладываю на разделочную доску. Можно разрезать на порционные кусочки и восхищаться его вкусом. Брауни получается очень нежный, ароматный и невероятно душистый. Режется просто замечательно. Это очень сочный, вкусный пирог, без вреда для фигуры. Такую вкусноту можно есть как в первой, так и во второй половине дня. Рекомендую приготовить и попробовать. Ну а второй рецепт не менее интересный. Для этого мне потребуется три средних банана. Их очищаю от кожуры и слегка измельчаю для своего удобства. Вес трех бананов уже в очищенном виде ровно 300 грамм. Далее с помощью блендера эти бананы довожу до состояния пюре. Также их можно измельчить с помощью вилки. Тогда останутся небольшие кусочки и это тоже очень вкусно. Далее к бананам добавляю 150 грамм крупных овсяных хлопьев. Но по большому счету в этом рецепте вы можете использовать абсолютно любую овсянку. Также добавлю в миску 300 миллилитров молока любой жирности. Также добавляю одно куриное яйцо. У меня категория отборная. Бананы достаточно сладкие, но я добавлю еще столовую ложку меда. Так будет гораздо вкуснее. В моем случае это 50 грамм меда. Конечно, для баланса вкуса я всегда добавляю еще подку соли. Также чайную ложку разрыхлителя. Это 5 грамм. Ну а для приятного вкуса и аромата немножко ванилина или ванильного ароматизатора. Ну а для того, чтобы пирог был еще более вкусным, беру 50 грамм грецких орехов. Снова вооружаюсь блендером и все эти ингредиенты пробиваю до однородности. Масса получится достаточно жидкой. Именно так и должно быть. В этом рецепте не обязательно использовать именно грецкие орехи. Вы можете добавить любые другие в том же количестве. Либо добавлять их не стоит, чтобы уменьшить калорийность. Смотрите, как вам будет удобнее. Ну вот, тесто готово. И также я подготовила форму, в которой буду запекать пирог. Дно уже выстелила кусочком пергамента. Ну а для того, чтобы пирог не приставал к бортам, их я смазываю небольшим количеством масла и прокладываю бумагой для выпечки. Диаметр такой формы 20 сантиметров, высота борта 5 сантиметров. Как только форма подготовлена, можно брать тесто и выливать в эту самую форму. Это сочетание очень удачное. Я имею в виду овсянку и бананы. Получается невероятно вкусно. Я уже разогрела духовку до 180 градусов. Запекать такой пирог буду 40-45 минут. Режим духовки вверх-вниз, без конвекции, на среднем уровне. Ну а пока корж запекается, я быстренько приготовлю крем, который мы покроем сверху пирог. Для этого мне понадобится 1 брикет пастообразного творога. У меня 180 грамм. Ну, конечно, подойдет и 200 граммовый. Жирность подходит также любая. Еще взяла 100 грамм густого йогурта, который можно заменить сметаной в том же количестве. В качестве подсластителя добавлю 1 столовую ложку меда. Это 50 грамм. С помощью венчика ингредиенты перемешиваю до однородности. По желанию, в крем можно добавить также небольшое количество ванилина или седры лимона. Получается не менее вкусно. Посмотрите, буквально за одну минутку прекрасный, стабильный и ароматный крем готов. А главное, он очень-очень вкусный. И вот по истечении 45 минут мой банановый корж абсолютно готов. Дав ему немножечко остыть, я убираю его из формы. Конечно, снимаю пергамент, который находился на бортах формы. Вы посмотрите, как красиво выглядит пирог со стороны. Он очень упругий, прекрасно пропекся и слегка поднялся. Остывший пирог перекладываю на блюдо, на котором и буду его подавать. Сверху наношу крем, который в холодильнике успел еще больше стабилизироваться. С помощью лопатки распределяю крем по всему верху пирога. При этом абсолютно не стараюсь сделать это ровно. Наоборот, делаю это слегка небрежно. Это придаст пирогу некую изюминку. Вот такой домашней выпечки. Мне кажется, это очень мило смотрится. Сверху посыпаю его разнообразными семечками, которые в свою очередь можно заменить орешками, тертым шоколадом, цукатами, кокосовой стружкой или тем, что нравится вам. На этом этапе пирог можно сразу разрезать и подавать к чаю. Друзья, это невероятно ароматный, нежный, сочный и очень вкусный пирог. Я настоятельно рекомендую приготовить вам его и обязательно попробовать. Это настоящее чудо. Ну а третий рецепт не уступает двум предыдущим. А готовится за считанные минуты из минимального количества продуктов. В удобную миску выкладываю 150 грамм густого йогурта, который можно заменить сметаной в том же количестве. Также добавляю одно куриное яйцо, у меня категория отборная. Понадобится 20 грамм кукурузного крахмала, это одна столовая ложка с небольшой горкой. Следом 20 грамм какао-порошка, это такая же столовая ложка с небольшой горкой. В качестве основы беру творожно-сливочный сыр, мне нужно 200 грамм. Его можно заменить рикоттой в том же количестве или любым другим мягким творожным сыром. В качестве подсластителя использую столовую ложку меда, это 50 грамм. Для приятного вкуса и аромата – ванильный ароматизатор. И для баланса вкуса – всегда щепотка соли. Далее, с помощью обычного венчика эти ингредиенты следует перемешать до однородности. Нам нужно разбить все комочки крахмала и получить однородную массу. Если вы, к примеру, не любите шоколадные чизкейки, вы смело можете заменить столовую ложку какао на еще одну ложку кукурузного крахмала и получить белый чизкейк. Как только вы увидите, что масса стала однородной, все готово. Запекать сегодняшние чизкейки я буду в небольших порционных формах. Их, по желанию, предварительно можно смазать небольшим количеством любого масла, у меня растительное. Также подойдет сливочное и кокосовое. Далее поочередно в каждую из форм выкладываю по столовой ложке теста, чтобы распределить его равномерно по трем креманкам. Диаметр моих креманочек 9 см, высота борта 4,5 см. Как видите, получилось практически 3 полных креманки теста. Я уже разогрела духовку до 180 градусов. Запекать такие десерты будут 35-40 минут. Режим духовки вверх-вниз без конвекции на среднем уровне. И вот по истечении этого времени мои чизкейки готовы. Они прекрасно поднялись, замечательно запеклись, и аромат какао сейчас витает в воздухе. Это просто потрясающе. По желанию, такие десерты можно присыпать небольшим колесом кокосовой стружки. Можно любыми другими присыпками. Можно свежих ягод добавить. А можно ничем не посыпать. Здесь все зависит от ваших предпочтений. Поверьте, этот нежнейший легкий шоколадный чизкейк навсегда покорит ваше сердце. Я вам рекомендую приготовить его непременно и попробовать без вреда для фигуры. Вот такие интересные, необычные и действительно очень вкусные десерты для стройной фигуры и вашего здоровья. Попробуйте все три варианта и насладитесь их вкусом. Я уверена, вы останетесь довольны и будете их готовить еще не раз. А я буду очень рада, если они вам понравятся и вы мне напишите свой отзыв. Хочу напомнить, что количество всех ингредиентов, которые я использую в этих рецептах, я уже указала в описании под видео, как и диаметр или размер формы, в которых я их запекала. Буду рада вашим комментариям и лайкам. Желаю вам стройной фигуры и приятного аппетита. Увидимся в следующем видео.